всем привет привет добрый вечер что нас с одной стороны и и нет такого кого-то 12 в чьи так далее как настроение как успехи расскажите слышно меня хорошо так будем значит начинать чтобы не задерживаться сегодня я думаю два часа не будем очень надеюсь что мы ложимся в час а может быть и меньше поэтому начинаем как вы видите что сегодня у нас тема именно переписка с потенциальными покупателями как их вывести на заказ все приходит с опытом это уже вы многие в этом убедились методы будут разные у каждого и будут и ошибки и будут какие-то неудачи вполне возможно что все 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 на свете мы с вами сегодня не рассмотрим потому что как оксана говорит с очень многими какими-то возражениями с какими-то нюансами я даже уже не сталкиваюсь не такое люди не говорят поэтому я вам вчера говорила что все какие там возражения или какие-то нюансы с которыми вы сталкивать не боль не бойтесь проговаривать значит если большой какой-то вопрос можете начинать писать а потом в конце вебинара я обязательно вернусь к вашим вопросам и на все ответить так начинаем значит запомните раз и навсегда конечно не хочется сравнивать но мы все знаем такое выражение что нужно значит знать как очень наш так это тоже самое первое и очень очень важное это вы должны садиться за рекрутинг с хорошим настроением но если у вас плохое настроение каждый день ну тогда извините здесь уже вы должны заниматься сами собой потому что сколько раз сталкивалась что когда у тебя плохое настроение люди как-то чувствуют люди это вроде бы через компьютер знают и в итоге у тебя вроде бы плохое настроение рекрутинг не идет у тебя настроение еще больше падает или же тебе придут такие как сказать даже может не нытики какие как негативщики которые потом тебе принесут каких-то вот негатива какие-то проблемы то то не так то что не так то это то то говорится это проверено с опытом поэтому если у вы себя сегодня плохо чувствуете всякое бывает там с мужем поругались там с мамой разное бывает пока не успокоитесь не рекрутируем лучше займитесь тем что вас успокаивает как не помню кто-то из вас заявил что дай мне задание меня какие картинки делать меня это успокаивает поэтому как говорится каждому свое поэтому еще раз повторюсь рекрутируем только с хорошим настроением привет привет на прибывшим дальше настроиться на рекрутинг то есть примеру если у вас но я опять же говорю примерно два часа отведено на рекрутинг значит вы в это время занимаетесь только рекрутинга вот вы я думаю сегодня заметили что я или отвечала что-то где-то долго или если писала то как говорится пока помню или там что-то наговаривала я просто была вся в презентации я просто готовилась к вебинару и это я уже практикую может месяца два очень тяжело сфокусироваться очень тяжело что-то делать когда тебя везде отвлекают поэтому что у меня там различные телевизоры идут это сто процентов когда муж дома дата он там целыми днями работает меня телевизор даже не включается если я могу что-то где-то послушать я включаю чтобы так на фоне что-то где-то говорила мне а так я звук выключаю в телефоне звук выключаю в ноутбуке чтобы меня ничего не отвлекало то если еще телефон знаете можно вот так вот положить и не смотреть чтобы она светилась так вот даже сейчас ввиду вебинар и получается всплывающие окошки телеграм или инстаграм выскакивают потому что если одноклассники просто так моргает здесь все выскакивает и понимаешь ну все все время глаз дергается туда и хоть что-нибудь но прочитаешь и понимаете вот это на самом деле отвлекает поэтому я не разговариваю по телефону я не читаю вайбер а лучше всего чтобы ничего не отвлекало я говорю везде отключают звук и я в бизнесе если например мои родные уже знают что если мне не дозвониться если я там или же в режиме полета недоступно или это если я дома можно позвонить на домашний на домашний вообще никто не звонит только различные представители непонятно чего или же я закончу я всем перезвоню кому нужно напишу поэтому еще раз повторюсь рекрутинг значит рекрутинг никуда не отвлекаемся то же самое сопровождение структуры там обработка стартовой к примеру 50 человек летом 30 значит я сейчас отрабатываю стартовый я ни на что не отвлекаюсь и посмотрите когда вы вот именно вы выработаете вот эту вот себе маленькую привычку и она вот кажется такая маленькая но она так помогает экономить время вы просто не представляете просто пару раз неважно кто вам пишет там я не я ничего смертельного не произошло все нормальные все точнее понятливые дальше так как мы сейчас все работаем рекламой которая работает по сравнению как раньше была рассылка и так далее поэтому небольшое отвлечение сделаю что те новички которые к вам приходят на бизнес после прохождения школы даже не грузите их никаким там отработкой там теплого круга там снятие видео представьте человек вот к примеру пришел стеснительный а вы его грузите что он должен и с теплым кругом и видео какие-то снимать и так далее и тому подобное нет реклама сколько ты готова вложить в месяц допустим 20 рублей отлично значит 20 рублей лучше один раз вложить если же к примеру у человека нет сейчас там наработанного аккаунта и так далее и тому подобное войдите в его положение вы одновременно учите его допустим одноклассники настраиваете там его страничку чтобы она была хорошая или же там допустим продуктовый аккаунт в инстаграм ты готова вложить 20 рублей не вопрос вы запускаете рекламу берете ее этих 20 рублей и отдаете ей регистрации учите общаться учите доводить до результата опять же набросали вот такую вот презентацию коротенькую вебинарная комната кто хочет пароли всем да и все и вот так вот общаетесь нет запись с экрана можно делать с телефона сделали запись с экрана и обучаете своего новичка и никакими методами не грузите пусть регистрирует дисконт и понимаете в чем здесь огромнейший плюс что новичок только пришел так как на дисконт вы сами понимаете идут лучше чем на бизнес он сразу в следующем каталоге получит получит вознаграждение что не так очень легко такие новички могут выйти на 6 процентов очень легко 50 баллов их и дальше к примеру ну к примеру 7 новичков и то если хорошие картинки они идут от 12 и больше баллов все и человек уже сразу с интернета он грубо говоря 20 рублей вложил и 20 заработал круто круто такие люди будут во первых они с вами будут оставаться они будут видеть выхлоп с рекламы во вторых они будут всем своим знакомым друзьям рассказывать что я уже зарабатываю в интернете понимаете это для вас 20 рублей как бы особенно у тех у кого вот тех 20 рублей скидка постоянно ну я допустим говорю про 6 процентов или же у кого отрыв малый вы это так не слово вылетело даже не то что восхищаетесь вы это так не воспринимаете как человек который пришел Катя привет привет сильно не опоздала первый слайд а человек он проходит школу точнее только прошла школу ну понимаете когда начинаешь работать на бизнес вы сами видите это будет твой будущий бизнес партнер или же это определенный халявщик когда человек ну я не знаю месяц или там три недели проходит школу тех пару уроков которые если ты на самом деле серьезно настроен ты пройдешь ее очень быстро сейчас она школа сокращена а раньше было у нас две школы у меня была девочка которая за три дня за один день она прошла школу новичка не ну конечно каждый смотрит по своей загруженности но если человек хочет все узнать и побыстрее обучиться новой профессии он это все пройдет быстренько и будете уже смотреть конечно если человек не конкретный зачем вам на нее тратить время всему обучать что рассказывать обучать нашим методом чтобы потом она ушла во свой аси и этим же нашим методом обучила начал работать где-то в другой компании поэтому опять же я вижу ушла в другое русло но еще раз повторюсь школу доступ в школе даем мы только после активационного заказа но последнее время очень часто сталкиваешься что те люди которые настроены очень серьезно и так как в школе повторяется что нужно делать личный оборот 50 баллов потом здесь мы повторяем плюс тот кто делал 50 баллов вы сами знаете у нас идет возможность участия вступление точнее наш мега крутой женский клуб гениальные женщины дальше можешь вступить в чат ускоренный рост директоров поэтому 50 баллов это ничего если полностью перейти на наш интернет-магазин ну поговорили проходим дальше значит если запущена у вас реклама вы в это время должны быть на связи потому что вы знать не знаете когда вам напишут особенно что касается инстаграм там иногда бывает глухо а иногда бывает очень много заявок и я сама уже сколько раз сталкивалась особенно когда не выключаешь вроде бы крутится когда бюджет небольшой то как бы ну что там тех 100 рублей не жалко крутится и крутится даже забываешь что она не выключена и в итоге тебе человек пишет а ты к примеру за рулем или еще что-нибудь ну и ты понимаешь что ты не можешь в это время с человеком нормально пообщаться человека ну довести до заказа сделать заказ а вы должны понимать что люди с рекламы вот им присмотрелся именно сейчас вот этот вот наборчик и они хотят его сейчас купить они не будут ждать три часа там два часа пока вы им ответите пока вы вы с ними свяжетесь тем более вы сами видели часто вот скажите пожалуйста вы часто встречаете рекламы наших девчонок я например не просто из нашей структуры это мне не нравится не просто с нашей структуры а вообще нашего проекта очень часто я вот часто встречаю особенно последнее время Нину Любу вот встречала пару раз часто встречаю Юлю Жанну Таню Андриенкову реже потому что она нас запускает на бизнес то я с другой странички ее все время встречала и вот не помню в общем не суть я к чему что она подождала она хочет купить но она же в это время это не то что она заказала и выключила телефон нет конечно она продолжает тебе сидеть в инстаграме вы сами знаете когда в инстаграм засядешь там можно засесть на два часа два часа прошло а ты еще до сих пор в инстаграм то то посмотрел то то почитал то 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 все и все и время прошло я просто к чему она написала в это время она дальше листает увидела другую картинку и та картинка ее больше цепанула она написала другой девочки а та девочка ответила сразу уже в течение минутки и все и человек зарегистрировался а вы потом заходите здравствуйте вы оставляли заявочку на набор а она говорит да оставляла вы начинаете проверять а в итоге человек зарегистрирован а сколько раз было так как я через офис могу это все проверить сколько раз было что человек регистрировался сегодня поэтому вполне возможно что вы ей не оформили заказик она оформила где-то но она может себе купить два набора и она у одних купила один набор а у вас хотела купить второе тут бац а больше то нету точнее нет возможности поэтому если вы знаете что вы сейчас не будете никого сопровождать не будете ни с кем общаться там есть там готовите еще там гости пришли ну разное бывает не запускайте лучше рекламу в такое время я что могу допустим только собираюсь запустить первый раз рекламу и я знаю что она допустим ну кстати последнее время может для того что я ну как бы оборот идет в кабинете в рекламном кабинете запускается быстрее когда я только начинала иногда бывало что даже два часа проверяется ну тогда здесь я согласна что пока оно проверится пока то все ты уже все как бы сделаешь а так если вы уверены что вы не будете сейчас работать лучше не запускайте рекламу во первых и деньги у вас не уйдут и люди ваши от вас не уйдут дальше никогда никого не уговариваем мы уже вышли с того уровня еще раз повторюсь наш проект пропагандирует современный бизнес без без уговоров без звонков без списка знакомых без продаж без различных там антиреклам без негатива это правило это суть нашего проекта поэтому кто-то там это ну там что-нибудь написали он спасибо я подумаю да конечно в случае чего пишите максимум что вы можете ей оставить это ваш телефончик все больше мы ничего не пишем иногда я когда регистрации нет и просто просматриваю переписку допустим прошло дня два-три тогда я могу кинуть наш любимый шаблончик мол там здравствуйте галина вас заинтересовал наборчик или же вы оставляли заявку на набор вам интересно еще это предложение вот тогда иногда эти такие даже малочки работают потому что вот тогда человек просто увидел но как бы не дозрела вот сегодня у нее настроение купить и по поводу уговора нам нужно преподносить информацию так чтобы они понимали что им это выгодно скоро покажу ну например буквально недавно а сегодня я писала женщине я зарегистрировала четверг сегодня слава богу понедельник но просто так как я работаю с таблицами таблицы я вам уже показывала поэтому кто не завел заведите потом посмотрите что будет намного тяжелее была пометочка что она не дала подтверждения я ей писала сразу после через пару часов когда зарегистрировала вам смс пришли человек мне ничего не ответил было проверено просмотрено сегодня я ей пишу мол наталья здравствуйте набор вам еще актуален набор продукция понемногу уходит поэтому если пришли смс перешлите мне пожалуйста закажем она мне сразу даже не код подтверждения как я у нее спрашивала она просто скрин и прислала сразу все сообщения и вот такой заказ у меня пошел идет на пересылку дальше то правило которое я уже оглашала мы миролюбивый проект то есть у нас никакого негатива ни в чатах не должно быть мы не должны негативить в переписке даже если вам ответили грубо даже если пошло какое-то сравнение кто был в чате у рд вчера видел как одна девочка новичок начала общаться почему же ты не хочешь фаберлики та ей поприсылала кучу там кринов с негативами но если не считать что эта девочка с сетевик и ей как бы выгодно чтобы обляпать тем плохим фаберлики показать какая она крутая так я вам расскажу что это метод не знаю нулевых и сейчас если ты кого-то ну какую-то компанию обговариваешь там поливаешь с грязью и так далее у тебя одно только один только вывод что ты просто хочешь грубо говоря втюхать свой продукт вот и все поэтому негативят всего доброго а лучше всего особенно когда там различные комментарии там то то все заблокировали внесли в черный список и все просто вам будет казаться что вы хотите человеку как бы доказать что поберлик это круто что это самая лучшая в мире компания и так далее и тому подобное но вы должны понимать что когда там кто-то говорил что в споре рождается истина это только пару процентов это может не знаю процентов 15 когда в споре родится истина чем это закончится что вы останетесь каждый при своем мнении первое второе испортится отношения даже не отношения а настроение само по себе и третье так как мы работаем в соц сетях вас смогут заблокировать пару раз спам нажали и все вопрос вам это нужно зачем ради того чтобы потерять кучу времени и потом еще заблокировать страничку нет ни в коем случае поэтому никакого негатива ну и переходим к нашей теме наконец-то значит напоминаю введение наших продуктовых страничек здесь у меня есть скрины из одноклассников из инстаграм тут в принципе одна и та же только мы сегодня поговорим о отличии инстаграм значит обязательно продуктовые отзывы обязательно лучше всего заходят отзыв не тот что вы с лендинга слезали грубо говоря видно что с профессиональным фото обработанным и так далее это чувствуется понимаете это чувствуется вот специально вам показываю отзыв по моему его написала наша лена пунько я чуть-чуть его видоизменила и во все соц сети и что вы думаете у меня на него заказ в инстаграм как раз хорошо что девочка с моей структуры она только сделала заказ мы его смогли еще отредактировать и добавили лэсвит пять целых восемьдесят десятых баллов плохо очень круто а вторая заказала тоже вчера об этом мы тоже поговорим просто лэсвит без минимального заказа сказала добавь мне каталог 15 рублей 58 копеек тоже пять целых восемьдесят десятых баллов дальше этот скрин я тоже сегодня показывала что была запущена реклама на три парфюмерных набора два женских один мужской девочка по рекламе зашла ко мне на страничку сразу подписалась а я сразу поняла думаю сейчас будет писать потому что сразу видно что она подписалась и как видите под набором написала хочу набор запускался девчонки не этот рекламе я его не запускала а почему я решила что людям дорого это же сорок девять рублей двадцать копеек за бытовуху вот видите вроде бы я вас учу вроде бы я уже как говорится слово забыла это какой-то какой-то солдат стреляный вот стреляный солдат но я все равно решила за людей что лучше запускать картиночку которая за тридцать восемь а вот здесь же сорок девять в прошлом каталоге люди за огромный ну что тот кто хотел купить в прошлом каталоге тот купил здесь почти пятьдесят баллов вот эта картинка значит она называется по моему большая стирка здесь получается пятновый водитель ну вот что из дорогого и получается два жидких геля и человек заказал ему все равно она вот хотела это все купить почему потому что у меня на страничке много именно картинок с наборами но вы должны понять что чтобы люди на вас подписывались у вас должен быть интересный аккаунт да вы пропагандируете фаберлик вы пропагандируете себя как ну продажа продукции но люди должны почему-то на вас подписаться дальше вот последний мой слайд это тоже прям за сегодня это же девочка которая на втором не слайде она написала мне хочу набор я ей сразу не ответила я ей ответила через минут пять но она не долго думая девочки пишет мне на вайбер а почему потому что снизу написано я думаю вам видно пишем в директ хочу набор или телефон вайбер ватсап тра-ля-ля и она мне написала на вайбер вот сколько я работаю с рекламой это у меня впервые я вам говорю честно в итоге я ей и там ответила и там ответила но заметьте кто-то говорит ты что я в соцсетях не буду писать телефон я пишу много где те люди которые тебя хотят взломать они же думают ну никто в соцсетях не пишет телефон а сетевикам все равно нам главное плюс поэтому лента у вас должна быть красивая но это не только все наборы вы просто вот умная лента но придумайте я уже по-разному пыталась я не убираю ничего но вы решите сами для себя допустим если много у нас наборов да можно много но если мало можно например две строчки получается шесть наборчиков шесть наборов дальше одна строчка три поста допустим затем опять шесть наборов опять строчка отзывы дальше вот вы все я думаю видите под каждым скрином есть такой самолетик видно поставьте единички вот значит у меня когда-то такой функции не было я эту это увидела сейчас скажу когда мы с Оксаной ездили в Вильнюс в в это прошлым летом у меня такого не было и сколько мы с ней не ну не ну не не смотрели у меня такого не было реально не было сейчас у меня появилось на всем на всех аккаунтах я не знаю что это произошло но пожалуйста проверьте значит смотрите когда нажимаешь на этот самолетик раньше было у меня только поделиться там с друзьями кому ты там писала или же выбрать а сейчас когда я нажимаю на самолетик мне пишется добавить мою историю это очень круто в итоге я нажимаю на самолетик оно сразу добавляется в stories но сначала добавляется только фото я нажимаю на это фото еще раз в итоге появляется возле фото красивый оба дочек и снизу видно начало поста то есть люди понимают что оно кликабельно если нажмешь на фото ты попадаешь сразу под пост дальше можно в stories как обычно написать маленьк ну тему о чем вот допустим над лэссвитом я написала любите поесть на ночь решение есть и такой палец значит дальше выбираете сами шрифты и заливку там бла 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 если кто-то вообще в этом ничего не шарит если есть такое я сделаю запись с экрана поставьте пожалуйста двоечки то в этом ноль это делается запись с экрана очень быстро у меня как раз сегодня дома никого нет я одна и могу в ванной что сделать так хорошо ну запишу запишу значит залью на youtube чтобы как говорится было делиться с нашими новичками и еще в stories обязательно это я правда хотела сказать потом ну ладно скажу сегодня значит обязательно геолокацию и получается я допустим за сегодня загрузила шесть постов все шесть постов у меня в stories запомните разно всегда люди быстрее просматривают stories чем ленту а вот если ты заинтересовал stories значит он к вам попадает в ленту значит что дает геолокация вам попадают те люди в которых вас нет подписок то же самое хэштеги попадают те люди которые ищут вот допустим поисковик где короче вот видим лупу и допустим к примеру набираешь ты допустим похудение если ты в топе если у тебя там 1300 лайков и там куча комментариев конечно тебя ну я к примеру покажут им в топе вот и еще запомните тоже разно всегда что инстаграм вообще цель его была создание как развлекательная соцсеть то есть там вы сами видите даже звезды снимают различные сами над собой издеваются какую-то ерунду показывают только чтобы увеличить просмотры только чтобы у них были подписчики и так далее и тому подобное значит здесь все должно быть быстро то есть не так как это вот даже в посте вы смотрите для заказа пишите в директ обязательно нужна собачка и ваш никнейм то есть чтобы люди им не надо было заходить к вам в гости потом написать сообщение потом писать нет чтобы они просто нажали и сразу они к вам попали понимаете то же самое в сторис когда я пишу допустим опять же заказ и заказать со скидкой в итоге я если загрузила допустим в сторис пять наборчиков я не пишу на каждом заказать 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 очень часто люди бывают что что они делают они просто просматривают ленту так поэтому если у вас много наборов до сегодня значит пишем на первом и на последнем заказать можно написав допустим директ и опять же ссылочку на себя хотите ввести одновременно два аккаунта очень легко у меня так как я ну веду параллельно два аккаунта свой бизнес и дисконт в итоге так как я сейчас больше на бизнесе потому что если реклама у меня точнее на дисконте если у меня реклама работает на дисконте то мне не приходят если я на другом аккаунте уведомления поэтому я всегда на дисконте но чтобы аккаунт бизнеса работал я просекла этот момент и уже давно не обязательно каждый день посты главное чтобы были каждый день сторисы но если сторисы на продуктовом все время продукт это нормально на бизнесе все время продукт вас вам никто не будет подписываться поэтому вы должны выбрать допустим два дня я пропагандирую продукт один день я пропагандирую бизнес а четыре дня я показываю жизнь сетевика и тогда люди на вас будут подписываться и тогда люди людям будет интересно за вами смотреть подгорела каша разместили показали а как люди любят участвовать в различных опросах играх чего я говорю инстаграм это именно развлекательная соц сеть вот не что перелистуть ладно значит про красивую ленту я уже сказала красивая лента что это значит качественное фото если у вас хороший телефон фотографируйте на свой телефон если у вас телефон не очень хорошие выдает фотографии они в инстаграм будут девчонки смотреться просто ужаснейше если у вас классные фотки люди очень часто лайкают просто фотки никто ничего не читает поэтому вас когда будет много лайков будут показывать топе но это не значит что вы у всех будете топ что вы заметили очень часто в топе бывают наши девчонки почему потому что мы часто пишем ну к примеру хэштег там проект партнер подберлик зарегистрироваться и так далее и в итоге то что ты больше всего пишешь тебе и предлагает в рекомендованных то же самое если допустим я люблю посмотреть в инстаграм нарезки женского стендапа мне постоянно в рекомендациях кидают женский стендап или допустим выступление каких-то звезд ну потому что я туда чаще всего захожу ну это как говорится не про это мы говорим но здесь суть инстаграм значит посты каждый день и несколько раз здесь я имею ввиду продуктовый мы сейчас возвращаемся к введению продуктового аккаунта вот я не написала на слайде значит почему посты каждый день потому что как я уже сказала я всем делюсь в сторис так это я сказала про самолетик сказала хэштег сказала делокацию так качественное фото сказала так под каждым постом пишем как заказать это как я уже показала через собачку себя отмечаем так вот подготовить шаблоны переписок чтобы все было быстро когда вы ведете продуктовый аккаунт но это не обязательно продуктовый даже если идешь на бизнес об этом мы поговорим у нас есть отдельный слайд но это обязательно должно быть у каждой из вас это все идет экономия времени да сначала будет тяжело сначала это будет занимать уйму времени но если потратить один день на написание вот этих шаблонов затем вы будете намного быстрее работать у вас будет появляться будет появляться уверенность вы будете даже смотреть какой шаблон у вас срабатывает быстро какой не очень и даже вот так вот будем менять шаблоны так что такое инстаграм что-то развлекательное сеть я тоже сказала так сейчас мы говорим именно по перепискам значит когда сомнения у покупать у потенциального покупателя значит еще раз повторюсь лично я сталкиваюсь с сомнениями очень и очень редко я не знаю почему но точнее я уже знаю почему когда я начал развиваться из-за того что я сама по себе уверенный человек я уверена в бизнесе я уверена в компании и вот это все дает само по себе уверенность и наверное у меня на лице написано что сомневаться здесь нечего но вот с такой вот перепиской я столкнулась по моему в позапрошлые выходные да еще да точно позапрошлые выходные здесь вот 27 сентября еще на наборчик значит вот девочка ну я просто не сделала скрин точнее заметьте когда человек отправляет тебе самолетика оно твою картинку оно сохраняется но если они отправляют как фотка то есть они сделали скрин тебе отправили как только мы просматриваем и если мы не запомнили какой набор вы понимаете о чем я говорю оно отправляется как фотка и получается ты просматриваешь только один раз и вот получается вот она мне отправила скрин и мол набор со скидкой сразу здравствуйте вы откуда всегда первое что я спрашиваю откуда и раньше ждала когда человек ответит сейчас не жду сразу пишу чтобы посмотреть как у вас доставка после этого отвечают очень быстро видите человек даже написал эрбовики вот так значит доставка будет бесплатно мы вам закажем на специальный офис поэтому вы экономите на переписке на пересылке у меня это написано на переписке ничего страшного человек понял для заказа набора напишите фио мобильный телефон и дату рождения здесь я еще не писала а сейчас я пишу запятая что вам есть 18 и смайлик такой дурац и смотрите человек сразу пишет скажите а это реальные цены на что я отвечаю конечно это мега акция для новых покупателей я сегодня целый день везде только добавляю наборы и оформляю заказики и видите кто-то делился в чате что получили заказ и вот кстати я не знаю откуда это девочка но я просто написала девочка со светлогорска уже его забрала вот человек мне сразу написал могучая Ольга Игоревна мобильный телефон и дату рождения затем чтобы как говорится войти в доверие человека пишу не переживайте у меня в самой такой офис выдачи уже 8 лет так так и уже такой завал товаров начался ну в общем как обычно я начала грузить так 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 затем я скинула фотку наборчика мол вам такой можете если хотите выбрать другой так и там фотку я и скинула значит я зашла к ней в личный кабинет еще раз повторюсь сейчас поставьте пожалуйста пятерочки у всех получается регистрировать новичков через сайт нажимая регистрация когда мы вышли или через телефон то есть чтобы сразу номер и пароль человека получить поставьте пожалуйста пятерки вот да так это галя ты еще не умеешь так катя людо вы что не умеете регистрировать чтобы получить но ты жуля сама рассказывала ну а чего тогда говори мне подождите я пишу себе пометочки значит запись экрана и 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 Выбирать страничку или же заходим через другой поисковик. У меня вчера в Яндексе не было, зашла на Мазилу, все было. Все, я сделала пометки. И получается, я ей отправила фото. Это мы через... говорят, что если исчезла, значит, надо почистить истории. Кстати, у меня такая ситуация была. Я на автомате регистрировала человека в прошлый четверг. Ой, девочки, я вам не скинула, не сделала скрины. Зачитаю, что сама вас учу, а думала, ты что, я человека сделаю, и в итоге... ну, расскажу потом. Значит, я ей скинула фотку, которая не просматривается, там, где начислено 30 рублей. Видите, ей написано. И написала, вот почему вам такие суммы. Фаберлик вам деньги подарил. Она... минуточку, я еще раз взгляну. То есть человек выбирает другой набор. И вот я ее спрашиваю, вы вообще наши продукты пробовали? Она пишет, пробовала. Пятновый водитель спрей очень понравился. Ну, муж пользовался вашими кремами. Потом написала, можно вот такой вот набор. Пишу, ок, поняла, выберите адрес. Я ей отправила все адреса Витебска. Она мне выбрала. Затем опять я ей сделала фотку Колька с пакетом 46 рублей 99 копеек, 9 килограмм почти. Увидела, что фотка перей... ну, исчезла. Я сделала скрин и отправила, получается, график работы. Так, график работы и мобильный телефон офиса. Значит, заказ придет 4 с 15 до 18. Логин – это ваш номер плательщика. На него всегда будет оплата. Смотрите. И вот видите, как я пишу. Смотрите, заказы на офисе выдаются оплаченные. То есть вам нужно перед тем, как идти, оплатить. Можно на почте, инфокиоске или через интернет-платежи ЕРИП. Если у вас есть какие-то сомнения, потому что я вижу, что девочка такая сомневающаяся, позвоните или зайдите на офис, простите, или пришел ваш заказ, а потом через М-банки или интернет-банки оплатите. Значит, тоже ссылочку «Как оплатить». Опять же, слушайте, чего пишите, звоните, мой телефон пришел вам в СМС. На что она ответила «Возможно, я не знаю». Заберете, напишите, владельца зовут Николай. Я могу оплатить перед тем, как забирать? Да, конечно. Так, спасибо большое. И вот у меня там было, наверное, 3 дня регистрации. Я заканчивала на том, что всегда «Заберете, напишите». И потом я вот ей писала и предыдущим тоже понаписывала. Ну, кому давно не писала, здравствуйте, конечно. И у вас теперь есть свой интернет-магазин «Фаберлик», которым вы можете всегда покупать. Как только скидка, как только сумма 29 рублей, сразу 20%. Затем я скидываю сайт «Редавл и Фаберлик Биуай», затем скидываю скрин нашего приложения, или скачайте мобильное приложение для Беларуси, где вот, вводите логин и пароль, и там все можно сразу самим почитать и посмотреть. Одним словом, пишите, если что. Кстати, можете предложить поучаствовать в акции своим друзьям. Я пару человек, кстати, это сообщение писала, не зашло, то есть никто ничего больше мне не предложил. Значит, это еще раз повторюсь, с сомневающимся человеком. Кстати, я так не практиковала, потому что я все время не успеваю, я печатаю быстро, мне как бы все равно. Если вы не успеваете, можно наговаривать голосом, но я реально до сих пор не могу привыкнуть, что в Инстаграм можно наговорить только до минуты, это первое. И второе, когда там гаснет экран, сразу фа-ля-ля, сразу пропало. То есть там мало того, что надо контролировать минуту, надо еще контролировать, чтобы не погас экран. Также, если человек не верит, сделайте, точнее, сохраните себе пару фотографий реальных наборчиков, то есть как наши консультанты получают. Дальше расскажите о себе. Вот я, кстати, переписку не сохранила, у меня тоже так было, когда девочка зарегистрировалась всего лишь, чтобы купить гладкие пяточки. Я, конечно, не говорила ей, что это регистрация. Она сама из каменца. Заходим в Одноклассники, в Инстаграм даты рождения нет, там есть дата рождения в итоге, но она была подписана совсем по-другому, там что-то английский набор букв. Напишите свою фамилию, имя, отчество, мобильный телефон. Все, сейчас вам придет доступ к заказу, сейчас закажем. Все, я заказала, но она просила два гладких пяточки, потому что они были на акции, там, если берешь два, по-моему, 2,89. Она заказала, забрала, затем на следующей неделе она выбрала какой-то набор, я ей заказала, и она попросила, а можно добавить каталог? То есть 100% она на офисе увидела, что есть каталоги, и вот сейчас в прошлом каталоге у нее был, по-моему, или второй, или третий шаг. Так вот, она спросила, короче, я не вмещаюсь сейчас, она спросила, мол, смотрю, у вас есть каталоги, концентраты, как они работают. На что я ей говорю, что несколько лет назад я худела, у меня есть специальное видео, могу вам сбросить. Сбрасываю видео, она, ок, посмотрю, когда будет время. То есть я понимаю, что человек спрыгивает. На что я ей пишу? Вы, наверное, не в курсе, точнее, я вам не представилась. Я такая-то, у меня там офис, работаю столько-то лет, пропивала это, 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 результат такой-то, 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 на офисе заказывает очень хорошо, у каждого есть свои любимчики, и так далее, и тому подобное. В итоге она посмотрела видео, также потом я ей предложила, так как на шаг у нее было достаточно, я ей предложила, что смотрите, вы можете сразу все не заказывать, мы можем разделить вам на два каталога, и вы закроете сразу два шага. Человек очень довольный, бац, 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 ой, а вы в видео говорите, что вы пьете с пребиотиками, а почему мне пребиотики не советуете? Не вопрос, ну сейчас живицы, нет, берем омега, ну тогда омега еще было. Поэтому вот именно когда ты рассказываешь, вот, кстати, в Одноклассниках я сейчас очень начала практиковать голосовые, особенно с теми девчонками, с которыми я общаюсь, ну уже не раз. Дальше, следующая переписка. Юлия Еременко, это, по-моему, регистрация за сегодня, 5.57. У меня реклама была не включена. Вот она два раза написала, хочу набор, сколько дней идет. Здравствуйте, вы откуда? Плещицы, Логойский район. Сразу спрашиваю, а выехать есть возможность в Логойск? Бываете вы или друзья, чтобы сэкономить вам на пересылке? Она, возможности нету и друзья не бывает. Отсылайте в Плещицы. Ок, пишите, ФИО, мобильный телефон, дату рождения, если есть. О, еще и 16 написала. Ужас, ну ничего страшного. Вот она мне написала, затем я обязательно пишу. Ок, то есть, чтобы человек оставался всегда на связи. Ок, заявка ваша принята, ожидаем смс с доступом к набору. Пришлете код подтверждения. Тут она мне сразу пишет, ой, номер другой, извините. Хорошо, что она так написала, я не успела зарегистрировать. Так, прошу. А, еще написала, напишите для пересылки заказа полный номер. Человек еще раз написал полный номер. Ну, как говорится, человеческий фактор никто не отменял. В итоге я же не скажу, что, как говорится, я недавно встала. Поэтому я пишу, ой, заявок полно. Полный адрес напишите. Вот она мне написала полный адрес. Прислала код подтверждения. Сейчас докажу. Вам добавился такой вот подарочек. Конечно, человек меня поблагодарил. Дальше я ей скидываю скрин номера. Опять же, опять словами пишу, потому что там маленькое изображение. И номера суммы. За все 31 рубль 29 копеек. И обязательно пишу. Смотрите, если оплатите до среды, то я вам вышлю бесценной посылкой. Значит, это не сегодня была регистрация вчера. Я вам вышлю бесценной посылкой, и вы оплатите только вес. А так будет еще плюс 2 рубля где-то. Дальше логин – это ваш номер плательщика. На него всегда будет оплата. Она пишет мне. А я могу забрать в четверг и оплатить. Мне, ну, я уже начинаю ей объяснять, что на офис придет в среду, вам в субботу. В общем, мы договорились о том, что она в четверг, я так поняла, получит деньги. Поэтому она в четверг заказик оплачивает. Я в четверг заказ отправляю, но только она уже получает, ну, так как почта уйдет, получит во вторник. Но человека все устроило. И вот так я веду переписку все время. Первое время было в апреле, что я там пару посылок отправляла неоплаченных. Потом, когда я человеку раз отправила, два отправила, я сразу говорю, вот, ну, даже скидаю сравниваю чеки. Вот смотрите, человекооплаченный заказ, у вас неоплаченный розница. И вот одна девочка, которая делала, сначала вообще один заказ делала, потом пропала, потом какой-то у меня набор высмотрела. И затем, получается, вот в прошлом каталоге она зарегистрировала мужа, огромный был заказ. И на прошлой неделе написала, мол, проверьте заказик, а я смотрю, что она сделала, может, волковыск или что. Ну, в общем, не суть. Да я говорю, что у вас неправильная доставка, она нет, 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 все нормально, пересылка очень дорогая, я лучше съезжу за заказом. Не вопрос, мне еще проще, мне не нужно отправлять никакие посылки. Поэтому, еще раз повторюсь, ну, не таким, не навязчивостью, не заставляем, потому что, сами понимаете, люди могут подумать, что вы их заставляете. Просто так невзначай, смотрите, если вы оплатите, вот вы знаете, когда заказ придет, если вы оплатите, значит, вышлю без тенны, сэкономите 2 рубля. Это плюс-минус, иногда бывает и больше, потому что пересылка зависит от суммы. Там, по-моему, 3% идет. Дальше. Это, опять же, был женский клуб у нас проходил, и мне написала девочка, тоже, видите, прислала скрин, поэтому фотка не открывается. Добрый день, можно заказать, ну, примерно к 20-м числам. Здравствуйте, да, конечно, вы откуда? Спасибо. Владикавказ, в 13-ю школу, и там что-то непонятное. У меня реально, вот я, кстати, второй раз так попала, но все нормально. Когда человек сразу пишет адрес, мне сразу кажется, что человек уже зарегистрирован, они знают, какие нужно писать данные. На что я у нее, как видите, сразу спрашиваю, а вы ранее уже заказывали или это в первый раз? У вас есть личный интернет-магазин Фоберлик? Первый раз, не вопрос. Ок, тогда можем заказать. Пишите FIO, мобильный телефон и дату рождения, что есть 18. Все, человек написал, и что самое интересное, реклама была не запущена. Российских наборов у меня снизу только, если есть, а так я в Инстаграм, так как у нас картинки, ну, есть и такие, и такие, значит, я первую загружаю белорусскую, а вторую загружаю русскую. И она мне, кстати, скинула скрин белорусский. Потом я с ней привела, говорю, вот столько, ну, мы мало ли, может, человек подумал, что там 42 рубля. Ну, я написала, вот, говорит, хорошо, а сколько доставка? На что я ей сразу говорю. Доставка колеблется от 99 рублей до 149 рублей в зависимости от удаленности. В дальние края, я не разбираюсь их в краях, но я так и пишу, в отдаленные регионы бывает и 499. Я как раз была, что у нас было в воскресенье, я была в Кобрине, значит, я ей так ответила, потому что она мне прислала код. Вот, и получается, я ей написала, что у нас сейчас 17.00, если у вас будет не поздно, я вам отвечу через часа два, сколько будет точно доставка. И в итоге, так как у меня пароли были, я зашла, выбрала доставку, мы с ней выбрали, набросала все в корзину, в чем очень классно, что с корзины ничего не уходит. То есть я зайду через, вот, к 20 числам, то есть я зайду через пару, через неделю, и все в корзине останется. И вышло, может, 10 копеек, разница, что на этом, 10 рублей, что на картинке. Я сказала, вот столько выходит, хорошо, не вопрос, закажем к дататам, не вопрос. Но еще раз обращаю внимание, что я такие делаю всегда пометки именно в таблице. Дальше, вот это регистрация в четверг. Значит, хочу набор, здравствуйте, заявка принята, вы откуда, чтобы посмотреть, как доставка? Она сразу пишет мне, Писецкая Наталья Ивановна, индекс и полный адрес. Я вам реально говорю, что у меня сразу ощущение, что человек зарегистрирован. Я ей, вы покупали наборы ранее? Да. То есть у вас есть свой личный кабинет, приходили смс? Нет, я просто заказывала знакомых, видите? Что значит, знакомые навариваются, там баллы берут, но регистрацию не предлагают. А, тогда у вас скидки лично нет. Но я же могу заказать этот набор за 30? Не переживайте, сейчас посмотрю, можете. Ну, то есть я ее проверила по фамилии, имя, отчество. Напишите в мобильный телефон, куда придет доступ к набору и дату рождения, что вам есть 18. Она, в общем, написала, ожидайте там бла-бла-бла. Вот, так, 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 подождите, наверное. Ага, я не все скинула. Значит, между вторым скрином было еще... А, нет, все есть. Сверху, вот, я ей повторила. Я ей писала на следующий день, вот 9.45, четверг, это все была переписка, то есть с утра. На следующий день я писала смс, пришла, она мне не ответила. И вот сегодня я с ней переписывалась. Здравствуйте, Наталья, набор заказываем, смс пришли. И она мне сразу все смс прислала, хотя раньше я у нее спрашивала код подтверждения. Да, заказываем. Как часто бываете в городе, чтобы не платить за пересылку? А сколько пересылка? Рублей 8 плюс-минус. Давайте по почте. Окей, значит, заказы к себе на офис, дорогичен, мне придет четверг и вам вышлю. И вот здесь же я тоже ей, ну, сказала, что по предоплате, сказала, оплатить в среду. Дальше. Это тоже специально показываю ошибку, что человек хочет купить что-нибудь одно, даже, ну, неважно, зарегистрирован, не зарегистрирован, не доводим до минимального. Галя с моей деревни хотела заказать омегу, как видите. Давай пока омегу. Ок, 16, 51 рублей выходит. Спрашивает человек со скидкой. Скидка срабатывает при заказе на 29 рублей по каталогу, чего и говорю, что если две омеги или алоэ, но она про то и то спрашивала. Дети пусть пьют, им омегу тоже можно, там две упаковки, ну, короче, гружу человека. Потом она ответила, что она не красится. И в итоге она ничего не заказала. Эта переписка, видите, когда была? 5 мая. Нет, 6 или 8, 8, наверное. В общем, не суть. Больше она мне не писала вообще. Сейчас уже октябрь. Вчерашний, опять же, пост Лены Пунько. Она присылает сразу ссылку на мой пост. Цена. Привет. Ответила. Вечером пить надо. Да, там это, да, да, да. Можно заказать. И сразу. Там же у меня есть свой кабинет. Платеж, как мне оплатить? Сейчас закажу. В итоге я ей заказала. Она добавляет в каталог. Решила спросить. Каталог взять? Давай посмотрим. Все, я сделала ей заказ, ее номер, оплату и сумму, и через пару секунд она оплатила. Поэтому еще раз говорю, не считайте чужие деньги. Не думайте, что вы знаете, что там это дорого, что дешево. Люди не будут покупать. Человек хочет вот это купить. Вот Пусть покупает 5,8 баллов сразу. Сколько раз было, что человек, ему нужен пятновыводитель. Ну и что, что он 4,89? Ему нужен пятновыводитель, понимаете? Он не будет ждать 2-3 недели, пока он будет 3 с чем-то. А вот вы поступаете неправильно, если у вас есть наличие, допустим, ну я имею в виду про знакомых, и вы его брали дешевле, и вы продаете по той цене, что брали. Рассказываю, к чему это приведет. Я тоже была такая дурочка, извините за подробности, которая хотела всем угодить. И это все привело к тому, что когда у меня люди где-то что-то спрашивали, особенно знакомые, чужие как бы такого не позволят, знакомые. И когда ты говорила, ну почем, это сразу был вопрос, а ты почем брала? Понимаете? Это на самом деле просто неимоверная наглость и грубейшее нарушение устава компании. Почем вы что-то где-то взяли, это ваши проблемы. Пусть они возьмут максимум, что вы можете сделать, вы можете сделать ему свою скидку. Если человек зарегистрирован, если оно у вас есть в наличии, и, как говорится, вы хотите от него избавиться, минус 18%, все. Пусть они заработают скидку 26%, пусть они возьмут этот лишний товар, опять же я говорю, для тех, кто работает на продажах, вложат деньги и потом ждут, пока этот товар разберется. Не нарушайте, все. Так, здесь есть еще кто-то, я смотрю, вышел? Все нормально, слышно, продолжаем, уже заканчиваем. Осталось три слайда. Значит, экстренные ситуации. Здесь один нюансик, когда я выслала заказ. Девчонки, слышно? Потому что смотрю, что люди выходят. Да, все нормально. Значит, здесь экстренные ситуации, что касается почты. Значит, значит, значит. Вот смотрите, я ей писала 3 октября, что посылка отправлена. Да, хорошо. А, я ей, то есть посылка была отправлена раньше, потом я ей, по-моему, писала, мол, не забудьте забрать заказик. Она написала, я помню, я ей отправила смайлик, это было 3 октября. Дальше я понимаю, что уже больше недели так отправлена посылка. Посылка не забирается, вы сами понимаете. Посылка, если бы посылка была оплачена, поверьте, мне было бы все равно, месяц она там лежит, два. Во-первых, они бы ее забрали, потому что, ну, я же заплатила деньги, мне же интересно, что там такое. А здесь, ну, эта женщина, это уже второй раз я ей высылаю. И вот она платить не хочет. И вот в итоге я ей сегодня... Нет, это я вчера скрины просто делала, готовилась. Вчера, значит, я ей писала. Здравствуйте, вы посылку забрали, здравствуйте. И она мне, пока я ей строчила, она мне пишет, извините, но пока нет, я в больнице. Но заметьте, чтобы я ей не написала, что у меня сроки перед складом, я на свой страх и риск высылаю в неоплаченный товар и должна выдавать строго после оплаты. Или возвращать на склад. Меня уже предупреждают о блокировке. Это на самом деле. Муж завтра заберет. Спасибо, поправляетесь. Я вам сразу напишу. О, завтра это было сегодня. Пока никто не написал. Напомню еще завтра. Ну, как бы у меня еще срок есть, но в чем дело? Максимум у меня срок осталось 4 дня. И понимаете, мне нужно будет оплачивать своими деньгами. Но здесь есть один минус, что я то оплатить могу. Но в чем суть? Что через месяц незабранный товар почта возвращает. Даже, по-моему, не месяц, а 4 недели. Почта товар возвращает. И вам придет обратно товар и плюс вес, который человек должен был оплатить. Нужно будет оплатить вам. Но я с этим сталкивалась, девчонки, давным-давно. Но это у меня были эти письма. Ну, в смысле, каталоги. А с посылками я не сталкивалась. Но что-то мне кажется, что почта потребует двойную оплату. Потому же они туда-то отправили и назад-то они тоже отправили. Поэтому мне надо будет оплатить 19 рублей за пересылку и плюс еще заказов. Вот поэтому я стараюсь доводить людей до оплаты товара. Дальше, опять же, звезда одна. Вот видите, 4 октября я ей делала заказ. Она успела еще в эту акцию на 1000 рублей. Вот, значит, в 22.49 я ей написала, больше человек не заходил. А 5 октября, это во сколько, в 10 часов, она мне пишет, а можно на почту к 20 числу? Мне так и хочется сказать, а где ты была вчера? Почему ты не сказала, что заказ тебе нужен к 20 числу? Я бы не дурила себе голову, не делала бы тебе заказ. А так мне получается, заказ придет, в воскресенье мы утвердили, в среду. Это значит, 5, 6, 7 числа. И до 20, во-первых, ждать некогда. Во-вторых, где факт, что она заберет. Меня опять же заблокирует. Но здесь есть один плюс в этой ситуации. И мне кажется, очень огромный плюс, что заказ я ей могу не выслать. И мне проще нажать кнопочку «Возврат» и отправить обратно. Ну, как видите, так как я ни с кем не цацкаюсь, извините, здесь ты смотришь на себя. И с такими людьми нужно не грубить ни в коем случае, а говорить правду, которая есть на самом деле. На что я ей пишу «Ой, об этом нужно было говорить раньше, у нас хранение только 10 дней, иначе возврат заказа. Я высылаю вам заказ, беру ответственность перед компанией на себя». Поэтому, опять же, я пишу «Беру ответственность», уже, как говорится, со страха написала неизвестно чего. «А если бы я заказывала позже, то не было бы уже денег на счету у вас, и этот набор вы бы заплатили 80 рублей почти». Она мне пишет «То есть вы его отправите, и на почте он хранится 10 дней». «Я ей пишу, я вам отправляю неоплаченный заказ со своего офиса, я его обязана выдавать только оплаченным. А неоплаченный хранится на офисе максимум 10 дней, а в случае неоплаты вернуть обратно в Минск». «А я всегда на свой страх и риск высылаю неоплаченный заказ, а потом сидишь и думаешь, заберут – нет. Понятно, хорошо, заберем». Человек мне пишет «12 часов», на что я повторяю, опять же, «высылать завтра, вы меня поймите. Мне нужна точность, иначе закроют доступ оформления заказов на весь район. Да, высылайте. Хорошо, вышлю, отправлю чек». А чем закончилось? Не могу сказать, потому что сегодня не проверяла. Говорится, будем решать проблемы по мере их поступления. Так, а сейчас поговорим о том, что я говорила, шаблоны. Значит, экономия времени шикарнейшая. У вас должен быть канал с вашей перепиской. Как создавать каналы в Телеграм, мы говорили уже сто раз. Я вообще не знаю, как люди до сих пор, некоторые, нет Телеграм. Это просто мега крутой мессенджер, особенно в нашем бизнесе. Сейчас, пожалуйста, поставьте семерочки, кто умеет создавать каналы. Кто остался? Нас шесть человек. Отлично. Хорошо. Все умеют создавать каналы. Значит, каналы у вас должны быть разные. То есть канал переписка на дисконт и отдельно канал переписка на бизнес. Дальше отдельно канал должен быть с работой с возражениями. То есть, вот допустим, как мне человек там бла-бла-бла, вот эти свои нарезочки побросала. Это не значит, что будешь в то время, но пусть будешь. Чтобы потом, вот видите, на эмоциях пишешь и там то слова, то-то, то-се. Дальше. Каналы с картинками. Именно сопровождение. Но здесь можно по странам, можно отдельно. Значит, это оплата памятка. Дальше мобильное приложение, скрин. Дальше стартовое и так далее. Но, кто еще не в курсе, в каналах очень удобно работать через хэштег. И не только ПВ по городам, а вообще. То есть, допустим, вы создали канал. Канал, допустим, сопровождения дисконтника. И хэштег поставили, допустим, Беларусь. И загрузили все, что касается Беларуси. То есть, оплата, стартовое, там, каждые шаги, мобильное приложение, бла-бла-бла-бла-бла. Все, что касается Беларуси, загрузили. Затем, опять же, ставим хэштег Россия. Опять то же самое делаем. И так как канал будет большой, сами понимаете, чтобы потом хорошо искать в поисковике, вот вам надо, допустим, Казахстан, вы заходите хэштег Казахстан. И вам сразу возвращается ваш канал на самое начало. То же самое каналы с ПВ по городам. Вот, к примеру, у меня есть такая папка на компьютере. Но я же иногда могу работать, допустим, там, на офисе или там, пока сижу там, допустим, в деревне мужа жду и так далее и тому подобное. Я же не буду говорить, что через два часа я буду дома подождить или, опять же, заходить, искать те скрины и так далее и тому подобное. Тогда создаем канал ПВ по городам и, опять же, пишем через хэштег. То есть хэштег Минск, загрузили все скрины. Хэштег Витебск, загрузили все скрины. То есть прошлись по этим, по областным городам. Затем прошлись по тем городам, которых вы чаще всего встречаете. Маленькие города, где один офис, можно эти скрины не делать. Но большие города, допустим, там, Борисов, очень много у нас городов. Где-то у нас еще Жодино, наверное. Ну, то есть есть много. И вот так вот поделали, потом опять же с каким-то городом встретились. Опять же хэштег и опять же это. И в чем суть? Что вы не загружаете рабочий стол? Так? Так. У вас Телеграм. Вот. Вот. Я говорю, иногда так загружу. Как я регистрировала вот эту девочку с Владикавказа. Откуда я знаю, как выбрать, какая это республика? Так и пишу. Но что самое интересное, там, это в первом поисковике. То есть таких умных, как я, очень много. Владикавказ и сразу. Какая республика там? Северная Осетия. Хорошо. Регистрирую. Вот. И это очень круто. Дальше. Быстрые ответы. Кто знает, что такое быстрые ответы, поставьте, пожалуйста, 4 в Инстаграм. Быстрые ответы в Инстаграм. Так, девочки, уже подходит время, у кого есть какие-то возражения писать, что про работу. Значит, быстрые ответы в Инстаграм. Смотрите. Когда вы пишете человеку, есть такой значок. Значит, смотрите, первый микрофончик. Это мы наговариваем голосом. Второе, такая, как картинка, видите, с точечкой, как горы. Это значит загрузить фотографию. Третье, видите, как вопрос, ну, не вопросик, а как, ну, мысль. Мысль и 4 точечки. Или 3. 3, наверное. И это быстрые ответы. Вы на него говорите, это да, но как найти? Значит, нажимаем на вот этот вот значочек и появляется, видите, плюсик. И вы или сами пишете, или у вас есть готовый, вставляете. Но, девочки, я только это начинаю делать. Ну, сказать честно, мне не тяжело напечатать. Я еще раз говорю, я очень быстро печатаю, что касается этого компьютера. Поэтому мне не тяжело. Я, кстати, через Инстаграм работаю, в Инстаграм работаю через компьютер. То есть через телефон я только включаю рекламу. Я это еще не нашла. И сохранили быстрые ответы, но просто я смотрела пока 5, но я не знаю, или больше нужно, можно, в смысле, сохранить. И в итоге самые популярные, бац, 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 вы нажимаете, потом на плюсик, выбираете, человеку сразу отправилось, человеку сразу отправилось. То есть не надо заходить в канал. Это все в Инстаграм, в переписке. И вот четвертый значок, это там стикеры разные. Да, я знаю, что Галя показывала. Кстати, по этой теме. Девочки, вот нужно не только ждать Галю, но и самим включаться. Я про что? Вот вы, допустим, новую фишку узнали? Неважно, знает кто-то, не знает. Быстренько запись с экрана сделали? Или же пару слайдиков в презентацию накидали, запись с экрана сделали и поделились? Если это, допустим, видосик больше трех минут, залили на YouTube канал, если вы понимаете, что там такое как бы примитивное, ну, я так делаю, так как я все делаю очень быстро, поэтому там реально примитивное. Я могу там то в ванной лежать, то еще что. Поэтому я заливаю закрытый доступ, то есть доступ по ссылке. И сразу, девочки, не лайкаем. Вот смотрите, какую фишку нашла. То есть нужно именно вкладывать в проект. И потом то же самое. Вот вы в ускоренном увидели, что кто-то, к примеру, что-то спросил. Вы бац, не обессудьте как бы по-быстрому, но все понятно. Поймите, людям глубоко все равно, но вы сами себе помогаете. Потом обязательно будут консультанты, которые вас это спросят. Вы понимаете, вот это все называется систематизация бизнеса. Поэтому что-то узнали, не наговариваем голосом, а лучше всего сделать запись с экрана, с телефона. Это вообще легкотня. И все. Вот, Люда, видите, я говорю, не читаю. Люда читает мои... Все, последний слайд и пару тем. Значит, обязательно, девочки, ведем учет дисконтников по рекламе в разных таблицах. Хотите в Гугле, хотите просто в Excel. Ничего сложного нету. Я пару раз потыкала там, то есть все, да, сначала начинается примитивное, потом начинаешь что-то делать и какие-то усложненные. Но это все облегчает вам работу. Вот кто там, Наташа, по-моему, вчера писала, что заблокировали страничку с двумя, переписывалась, не получила код. А здесь в чем суть, что ты регистришь. Вот пока человек тебе пишет данные, я уже сразу ссылку на со-страницу написала, откуда человек написала. Дальше, допустим, человек спросил и не ответил. Ну и что у меня таблицы остался? Через день, через два у меня столько переписок, что ничего не вспомнишь. Я захожу в таблицу, смотрю, ага, у меня недоработанная строчечка. Я копирую эту ссылочку, вставляю в соседнее пустое окошко. Окей. И у меня сразу открывается страничка этого человека. Захожу написать и, как обычно, здравствуйте, Наталья, вам актуально еще получение набора? Разбирают? Девочки, это им интересно. Наборчики разбирают. Акция скоро закончится. Все. Потом начинаю, допустим, регистрировать. Человек зарегистрирован. Так и пишу за реган. А сейчас научилась удалять строчки между этим, поэтому сейчас чищу просто. И все. То же самое, когда у меня, когда были 14 каталог, я завела отдельную таблицу и писала туда всех-всех-всех-всех-всех. То есть тех, которые мама регистрировала и всех новичков. Ну, так вот. Так я тебе о чем говорю? Если тебя заблокировали, у тебя есть ссылка. Ты заходишь и говоришь, здравствуйте, это Ольга Фаберлик. Какая-то произошла ситуация. Все. Я сначала писала людям, что это моя страница основная, добавляетесь и т.д. А потом решила это. Во-первых, некоторые туда подобавлялись, на мою страницу, и мне там пишут. А я туда захожу один раз в сутки. И как бы сейчас я не пишу. Говорится, будем решать проблему по мере их поступления. Дальше. Вести продуктовые странички качественно. С отзывами и с реальным фото, как я уже говорила. Вот сегодня, допустим, очень хорошо работал продуктовый чат Telegram. Кто-то и пуховики выкидывал и так далее и тому подобное. Копировали фоточку, нажали карандашик изменить, отрезали человеку голову. Ну, зачем? Кто-то же не хочет быть в соцсетях. И все. Пуховик, какой-то артикул, как я пишу, вживую или в реальности. И так как, если страница наработанная, 100% хоть один человек напишет цена. Да, он может решить, что ему дорого. Конечно, должна быть запасная. Вообще их несколько. А у меня их 100. Я же их купила. И я периодически продлевала прокси. И тут оказывается... Ну, думаю, продлевать, не продлевать. Думаю, проверю-ка я пару страничек. Может, они уже заблочены. Ничего подобного. Все живы-здоровы. Правда, туда заходили в марк. Поэтому у меня запасных много. Значит, отзывы обязательно, девочки, перед тем, как загружать в соцсети, читайте. Первое. Исправляем ошибки. Если вы ошибок не видите, значит, Google в помощь. Проверка правописания. И загрузили туда отзыв. То, что неправильно написано, вам подчеркнет. Дальше. Читайте, что там написано. Очень часто девчонки не читают, что у них написано. И вы не забывайте, что у вас на страничке, например, у меня почти 2000 человек. Я знать не знаю, кто у меня там тусуется. И в итоге, сколько раз так... Вот, к примеру, я привожу, опять же, пример себя. Вот я не читаю, а гружую пост. Ой, девчонки, купила там трусики своей доченьке, а она в таком восторге, там бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Понимаете? А сколько людей, которые меня знают? Вы думаете, ни один не напишет? Сейчас же нет детей. Что нет? И смотрите, а ты знать не узришь. Кто тебя что написал? И что другие подумают? Она нам всю жизнь врет. Понимаете? Поэтому, если этот пост вас не касается, его видоизменяйте, там, крестницы, племянницы и т.д. и т.п. Или же пишем отзыв покупателя. И отзыв пошел. Все. Потому что сколько раз сталкиваешь, что ой, мои доченьки довольны, там бла-бла-бла. А я же знаю, что у этого человека два сына. Какие доченьки, понимаете? Которые люди вас не знают, но им реально фиолетово не... А которые знают. Зачем самим себе негатив посылать на страничку? Вот не надо далеко идти. Оля, что тебе написали на грязную эту сковородку, тетенька знакомая? Я думаю, все помнят, когда Олю упрекнули. И как тебе не стыдно показывать, что ты такая фиговая хозяйка? Вот. А у меня три заказа средства для духовок. И мне никто не сказал, что я хреновая хозяйка. Мне фиолетово. Вот я вам о чем говорю. Люди все пасут. Все полностью глазеют. Они за нами наблюдают. Ну и, конечно, девочки, не могу не поблагодарить наших просто мега-крутышек, которые делают картинки. Уже много каталогов. Вы сами видите. Вот я введу статистику. С апреля месяца мы работаем, девочки, на картинках. С апреля. Это у нас был четвертый месяц. Часть десятый. Полгода мы работаем на картинках. Это просто, не знаю, низкий поклон тем девчонкам, которые находят время, которые изучают новые, которые развивают свой кругозор, которые подходят с любовью ко всему, потому что вы сами видите, что картинки с каждой неделей, с каждым каталогом все круче и круче и круче. И только наши картинки воруют другие сетевики, наши конкуренты. Поэтому девчонки, которые все говорят, что я не умею, я не могу и так далее и тому подобное, хватит. Сказать честно, хотелось мне здесь написать одно словечко, но не решила это написать, но я думаю, вы его все знаете. Как называют тех людей, которые присасываются к другим живностям, к другим животным и питаются их здоровьем. Вот, вот это слово я хотела написать в этот слайд, а потом решила не буду. Девчонки, должно быть стыдно, что мы не помогаем друг другу. Я согласна, если я картинки, допустим, не делаю, но я, к примеру, делаю памятки на весь проект, там записи с экрана и так далее. Хорошо, ты делаешь здесь, но когда человек не делает ничего, но пользуется вообще всем и потом еще и требует, это вот то слово, которое написала Оля. По-другому я не могу им сказать. Поэтому две-три картинки в каталог можно неделю поучиться, неделю помучиться и на третью неделю выдать на следующий каталог хорошие картинки. Тем более там идет сопровождение Оля Абиян, Жанна Филимонова и Оля Якимец, которые оценивают ваши картинки. Так, на презентации все, сейчас быстренько, по нашим планам. О, отлично. Отлично, Люда написала. У кого есть еще вопросы, пишите, а я сейчас проговорю. Значит, первое. Вчера Люба сказала, что хочет в ОРД, поэтому я посмотрю или заполнила, анкету добавлю. Значит, напоминаю, кто делает 50 баллов и кто в бизнесе, вы должны быть в обязательном порядке в ОРД. Там очень много чего познавательного и, например, по другим странам я вам ничего не скажу. А там же вы не забывайте, что есть девочки из Казахстана, из Украины, и России полно. И все, что касается, вы быстренько бац-бац-бац простили. Дальше. Женский клуб тоже самое. Вот вчера у нас прошел мега-крутой вебинар, ограничивающий убеждения. Каждый что-то взял для себя. Были подняты просто мега-крутые темы, мега-крутые примеры. Некоторые моменты, на которые мы даже не обращали внимания, а принимали как должное. А в итоге вот это все нам мешает, ну, я бы даже сказала, просто жить. Поэтому кто хочет в этот, как его, в женский клуб, обязательно пишите мне в личку, дам анкету. Подождите секундочку, звонит консультант, думает, что я о ней забыла. Да, Мария, я про вас не забыла, у меня просто еще вебинар. Я уже заканчиваю. Ну, мы уже... Давайте... Во сколько? В 10 вы будете раньше вложить? Ну, я до этого... Может, минут 10 где-то. Угу, угу. Так, дальше. Завтра стартует крутой марафон. Если вы заметили, в этом каталоге мы взялись за продуктовые чаты. У нас они реально страдают. Мы за эти каталоги столько людей привели, а комментируют всегда одни и те же. Поэтому наши девочки, копирайтеры, взяли на себя ответственность. Они проведут коротенький марафон по правильному написанию продуктовых отзывов. Девочки, это очень поможет вам в дальнейшем в работе. Вы не будете ждать, а что-то загрузить себе на страничку. А вы сами сели, зашли в ванную. Так, о чем я еще не рассказывала? Ага. Вы видели мои отзывы? Всегда одна и та же плитка. Всегда одни и те же обои. Успокойтесь. Просто знаете, что я делаю? Я вот фоткаем и так, и если один продукт, вот, если мы один так продукт фоткаем в отзыве, именно в одноклассниках, здесь будет пусто. Поэтому я фоткаю с двух сторон. То есть я фоткаю лицевую и изнаночную. И загружаю сразу две фотографии. И они хорошо фоткаются. И люди чувствуют, что это твой отзыв. И потом, еще раз повторюсь, у меня наработанная страничка, есть заказы. Люди спрашивают цену. Поэтому, еще раз повторюсь, кто не заполнил анкету, чтобы потом не говорили, я не была, я не присутствовала. Запись будет только тем, кто в чате. Значит, в ключевых партнерах в Телеграм есть анкета. Заполняйте. В течение ночи я вас добавлю в чат. Завтра в 10 вебинар Юли Репчинской. Потом 15 числа. То есть получается в среду Жени Косинковой и 16 Наташи Кирьяновой по этим темам. Ну и дальше начнется прокачка чатов. Так. Значит, еще важный момент. Запомните раз навсегда. Если вы с картинку собираетесь эту запускать на рекламу, то есть собираетесь там прокачку кидать и так далее и тому подобное, там мы не ставим никакой геолокации и никаких хэштегов. Там может быть только через собачку ваш никнейм. Дальше. Еще такой момент. При заполнении любых анкет, которые даются в нас в проекте, не забываем писать директора меня. Не наставника, а директора меня. Почему? Потому что у нас в проекте еще нет закрепленных директоров, то есть те, которые уже директора. И когда людей много, я ищу вас как по директору. И в итоге я добавляю тех, где написано директор Карпович. А потом в итоге получается, что кто-то написал наставника и нужно просматривать еще список. Ну, я думаю, вы меня поняли. Поэтому директорам пока пишем меня. Если ваши наставники закрывают директора, то есть у них закрытое звание, тогда пишем директора вашего наставника. Дальше. Так, это я уже говорила. Значит, берем себе привычку. Если что-то, какую-то фишку в Инстаграм, в Одноклассниках, там еще где-нибудь, там Телеграм, в Вайбере, узнали что-то, пусть это ваш видосик будет, блин, 30 секунд. Ничего страшного. Вы его записали, залили на YouTube, хотите в открытый доступ, главное назвать так, как бы люди искали. Понимаете, вы развиваете свой YouTube канал. И у вас увеличиваются просмотры, у вас увеличиваются подписчики, это первое. Но я бы сказала, важнее то, что сейчас я вам скажу. Вы пропагандируете себя как бизнес-мена, именно бизнес-вумен в сетевом бизнесе. Понимаете? Вы не представляете, сколько людей я потеряла, которые хотели на бизнес, которые хотели выбрать меня как наставника, но пишут мне, что я у вас не нашла видео на тему бизнеса. Вот в чем суть. Поэтому проводите планерки, начинайте планерочку, допустим, что-то такое интересное, что можно открыть, вырезали и залили себе кусочек, а дальше уже закрытая и так далее. Так, и еще важное, что я хочу огласить. Девочки, если вебинар на 10, значит, край без 5-10, вы уже должны быть там. То же самое касается любого обучающего вебинара в УРД. Женский клуб. Вот вчера, во сколько она женский? В 11.00, в 11.00 14 человек. В чате, где больше 100. Вот этим всем мы показываем неуважение к спикеру. Вот вы просто представить не можете, сколько уходит времени подготовить вебинар, особенно если для тебя тема такая тоже не совсем понятная, и тебе приходится перелопатить кучу информации, понимаете? А презентацию приготовить, а записать себе тезис и так далее. От дня до трех дней уходит на подготовку вебинара. И когда ты, особенно когда тема важная, когда другие директора, допустим, ту же Ксюшу, просят, расскажи там то, 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 то все, и заходим 8 человек. Один раз, а второй. А вообще это надо? Вот вы скажите. Им нужно, нашим директорам, тратить на вас время, куда вы не ходите. Дальше. Не забываем писать благодарности, писать отзывы в чате мотивации, записывать маленькие сторики, свободные руки в своем инстаграм. Вы поверьте, люди за вами наблюдают. Они реально за вами наблюдают. А вы себя будете пропагандировать таким человеком, который постоянно обучается, который умеет признавать свои ошибки, который показывает, что вот тогда я так работала, это тогда работало, сейчас эти методы не работают, поэтому я переучиваюсь, я изучаю новые методы и так далее, и тому подобное. Не бойтесь это все показывать. Если вы вот такой вот человек искренний, к вам придут такие же люди, понимаете? Люди, которые с завышенной самооценкой, они к вам не пойдут. Почему? Она, да она, вообще кто? А нам такие не нужны, понимаете? Нам нужны простые люди, на которых мы можем положиться, ответственные люди, которые понимают, что такое работа в проекте, а не те, которые пришли сюда показать, какая я. Я никогда не называла пофамильно, но сейчас я реально хочу назвать пофамильно. Например, Оля с Галей будут знать тоже. Помните, у нас была звезда? Синя Лакизова, Виктория Михайлович, еще такая белая с длинными волосами, кто вспомнит, Гордон, еще кто-нибудь, девочки, где они? Гордон торты печет. Лакизова в следующей сетевой компании. Михович сдулась, под ней директорская ветка, ей все говорят, тебе всего лишь отрыв 2000, и ты старший. На что ответ? Я устала. Вот вы представьте, а вошли они как? Понимаете? Вот я вам к чему. Нам нужны люди, у которых есть цель, которые трудолюбивые, которые понимают, для чего они это делают, а не покрасоваться, какая там умница, разумница, и через два месяца я ух, ануанчиком стала. Девочки, а как называется эта штука, что осенью потом наступила пыль? В общем, вы поняли. Вот. Поэтому давайте будем серьезно относиться к бизнесу и посмотрите, результат не заставит. Ну, гриб, я в курсе, но он как-то по-другому называется. Результат не заставит тебя ждать. Ну, и у нас только Люда подготовила вопрос. Как вести диалог? Люда в одноклассниках, ну, в одноклассниках, в общем, в соцсетях, так? Во, Порховка, нас тоже так называют. Значит, смотрите, как я всегда делаю. У меня под постом человек спрашивает, вот, последнее время, цена. Значит, я ей пишу, ответила, захожу в личку, цену не пишем в этом. Я с этим столкнулась. Одна звезда пожаловалась мороз, что там ваша Оля Карпович продает. Цен? Даже мне нельзя цену, потому что мы не зарегистрированы как интернет-магазин. Понятно? Только в личку. Это первое. Второе, с чем вы можете столкнуться. Человек не прочитает, что эта переписка была 7 августа, а 31 декабря напишет, хочу заказать, а сейчас оно в два раза дороже. И ты потом фигу докажешь, что ты не баран. Поэтому пишем в личку, ответила, и дальше пиши, там, здравствуйте, Елена, крем, допустим, 1069, и все. Больше я ничего не пишу. Человек спрашивает, как заказать. Тогда я с ней начинаю сообщаться по тому критерию, который я вам показала. Если, к примеру, допустим, крем дорогой, 23 рубля 19 копеек, значит, я пишу, 23 рубля 19 копеек при заказе на 29 рублей скидка 20%, и того, допустим, 24 рубля. То есть, вы можете заказать еще что-нибудь на 6 рублей и купите и крем, и то. Но лучше всего писать, у нас действует постоянная акция. При заказе на 29 рублей скидка 20%. Никаких слов в регистрации, вообще забудьте его. Все, девочки? А то меня забыла откуда-то женщина, но она меня ждет. Ей нужно ложить спать ребенка. Все. В общем, не умею я медленно, но это из-за того, что мне хочется вам рассказать все и сразу. Значит, записи с экрана я обязательно сделаю прямо сегодня, потому что скоро будет ванный день, ванный день. Все. Всем до скорых встреч. Скоро будем общаться в Таргете. Все. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!